Вообще внешняя политика при Назарбаеве работала на Назарбаеву, на некий его имидж. Он же Нобелевскую премию зачем хотел получить? Это было часть некой политтехнологии, назовём это так. Постоянно его позиционировали как посредника, участника многочисленных международных организаций. Как-то пошутил, мы, по-моему, только не являлись председателем Мирового общества филателлистов, да, ещё? Где только мы не были председателями. Но вопрос-то простого гражданина Казахстана, а нам что с этого? Посмотрим на Швецию, на скандинавские страны. Некоторые вообще отказались проводить Олимпиаду. Посмотрим там на Швейцарии, на другие страны, которые ходят в десятку, скажем так, экономически благополучно. Эти страны, которые, вот некоторые из них вообще не имеют каких-то внешнеполитических амбиций. Но зато экономики у них сильные, и люди, живущие там, чувствуют себя уверенными во всех точках мира, потому что у них даже есть такое понятие, как рейтинг паспорта. Это, кстати, очень важный показатель. Рейтинг паспорта. Вот своим паспортом, как много стран ты можешь без визы посетить? Это, кстати, некий элемент и уважения международного. Вот Япония, например, занимает, одну из первых мира, занимала, и так далее. Сингапур, и так далее. Потому что все видят, что эти страны, они уважаемые, они успешные, и не представляют никаких угроз, и так далее. А у нас, получается, превратили внешнюю политику в часть пиар-деятельности первого президента, в принципе. На это тратили большие ресурсы. Экспо тоже самое привели. Это же была часть внешнеполитических имиджа. Вот мы впервые, зелёная энергетика. А как вот этот Эрмек Туршун в своей книге писал, а там в 100 километрах от Астаны люди с фонариком искали дорогу к туалету, кстати, к деревянам, потому что света не было. А там вот Экспо посвящённо зелёной энергетике. То есть, опять же, я думаю, что если речь идёт именно о Казахстане, то у нас вот, если ты уже упомянул Назарбаева, то это была часть его внешнеполитической рекламы. Вот смотрите, мы подошли теперь к ещё одному стереотипу, который прочно сидит у людей в голове, помимо там, вот мы проговорили про стереотип, что всё решают великие державы, и мы часть большой игры. Второй стереотип – роль личности в истории. Ну, тоже такая любимая тема, да. 30 лет на этом строилась, понятно, политика Астаны. Ну, и сейчас мы тоже самое наблюдаем, когда там речь заходит даже в наших каких-то семьях, опять же, казахстанских, когда речь заходит о Путине, ну, вот кто, как не он, вот такие рождаются раз в сто лет, ну, вот, и в том числе и про Зеленского так тоже говорят. Это вот… Теперь у меня вопрос к вам. Это имеет в современной политике, на самом деле, такое большое значение в политике и в государственном управлении. Это вот богом данные люди, в которых нужно вцепиться, и только они смогут помочь вырулить как-то стране. Или как-то всё поменялось, и уже там институты имеют большее значение. Ну, я думаю, вот формула, которую Досом хорошо узнает, короля играет свита, она была и остаётся. Просто иногда король действительно впереди, все камеры на него, и кажется, что вот он действительно полководец, все остальные построились, делают то, что он скажет. А на самом деле, когда посмотришь, что потом происходит реально, видишь, что там действительно большая группа, или большие группы даже, как у нас, они что-то там сами делают, что-то крутят, мутят, и в итоге раз, и всё, даже сам король, казалось бы, да, вот, он потом сам не понимает, а как я оказался не утронута вообще-то. Вот яркий пример покойный Борис Ельцин, да, человек, который вот реально был его поклонником, вот, период перестройки, раз, он сказал, всё, партия делает перестройку неправильно, вау, молодец. Потому что все там портократы, стариканы там и так далее. Раз, там, пошёл, стал президентом Российской Федерации, да, ну ещё в советское время, молодец. ГКЧП, он там впереди на бронетранспортере, молодец. А потом что-то смотришь, что-то став у власти, человек начал это. Портится, портится, портится. Парламент расстрелял, войну эту чеченскую, там, можно было же с миром там решить, многие писали там это. Хотя, опять же, и в итоге это, вот эти выборы 96-го года, про которые вот Михаил Зыгарь написал, что это всё, оставьте. Все на выход, да? Все на выход, да, да, да. Читаешь, оказывается, вот, уже тогда было видно, что его начали делать, свита делала. Просто и свита в итоге привела и Путина к власти, как оказалось. Вот я уже другую книжку прочитал, где там вот его этот Юмашев, который был советником, дочка его, Татьяна, и там ещё несколько человек, Таня Березовского, который просто-напросто всё, папа, уходи и отдай вот, ну, давай вот Владимиру Владимировичу, да, вот силовик там построит всех. У нас немножко по-другому, у нас всё-таки восточный колорит, вот это всё, но у нас Назарбаев создал такую интересную систему, он создал их много групп, да, вот он понял, что надо, как говорится, их это, всех чередовать, ещё и стравливать между собой. Но в итоге, конечно, когда вот он ушёл в Совбез, он-то думал, что будет всё контролировать, как председатель Совбеза, типа, я позвоню там любому, любой построится, хоть министру обороны хотят, а в итоге вот не вышло. То есть, если перефразировать, то любой визионер в какой-то момент он обрастает вот этим административным бюрократическим аппаратом, который начинает его делать. Не любое, это зависит от системы, которую он создал. Если ты демократическая система, то там долгую власть и не усидишь. То есть, так механизм наработан, что ты уйдёшь со своей командой даже, которые захотят из себя кого-то сделать. Я тут вот, Андрей, я добавлю, до тех самых пор, пока искусственный интеллект ещё не пошёл в политику, политику делают люди, политику делают люди до сих пор, и роль личности там будет всегда играть большую роль. Вот, Андрей, ты мне книгу классную подарил вот эту биографию Уинстона Черчилля? Вот такая книга толстенная. Мартин, да, написал, Гилберт Мартин. Если почитать биографию Черчилля, там, условно, до начала Второй мировой войны не слишком-то многие думали, что он станет премьер-министром, в принципе, у него есть какие-то шансы. У него горки были. То есть, когда мы говорим о роли личности истории, определённую роль играет и случай, историческое событие, как Зеленским. Кто мог знать? По сути, стал президентом, который стал неким символом борьбы. И на обложке тайм, условно, появился. Кстати, безусловно, личные качества. Личные качества, но появившиеся в определённый кризисный момент. Вот, знаете, именно кризисы, они и производят личности. Жестокий и жёсткий кризис. Вот сейчас мы попали в кризисную ситуацию. При этом, опять же, когда говорим о личности, это со знаком минуса, со знаком плюс. Потому что на обложке тайм появляются и плохие личности. Там же не по принципу хороший-плохой. Там разы появляются. Опять же, помните, какой-то был фильм, фраза, такая классная фраза. Значит, если ты убил 2-3 человека, ты убийца. Если послал на смерть миллионы, ты выдающийся личность. Да, вывод. Это исторический подход. Ну, Наполеон, выдающийся личность или кто там из полководцев. То есть, опять же, здесь ещё раз повторю, то, что до тех самых пор, пока в политике участвуют люди, пока политику формируют люди. Личности там будут появляться разные категории. Кто-то на долгое время войдёт в историю как выдающаяся личность, кто-то промелькнёт как метеор. Но этот фактор будет. То есть, человеческий фактор здесь абсолютно не исключается. И как любой человеческий фактор, либо со знаком плюс, либо со знаком минус он пойдёт. Кто-то начинал хорошо, закончил потом плохо. Кто-то начинал как президент одного дня, вдруг стал героем нации. Бывает. Понимаете? История хорошо показывает, что на самом деле факторы личности очень важны. Вот. И проблема Казахстана в том, что, я об этом уже не раз говорил, что ведь Назарбаев-то досталась не банановая республика. При всех проблемах развалася не банановая республика, но досталась страна с большими ресурсами и человеческим капиталом после развала Союза. Во что он её превратил? Воспользовался историческим шансом, опять же, стать, я сомневаюсь. То есть, и это урок другим руководителям Казахстана. Очень важный урок. И я здесь с Андреем согласен. Проблема Казахстана в том, что очень часто именно свита начинают делать короля. Приближённые. Набирают лояльных, потом требуют как суммных. А лоялья никогда ничего хорошего не посоветуют. Никогда. Их главная задача выжить. А какая главная задача выжить в фатократической семье? Чтоб ты дольше находился у власти. До тех самых пор, что даже революцию потом тебя сметёт. Ну и всех остальных. Ещё одна вещь, о которой часто спорят, это про территории. Постараюсь сформулировать мысль. У нас огромная территория, нас уважают. Это имеет такое значение. Вот об этом очень часто говорят. А вот я как-то задумывался, узнал, там Якутия больше, чем Казахстан. И как, и что. Насколько имеет значение территории, которая нам досталась в каких-то процессах экономических, в том, как нас воспринимают в других странах? Насколько это имеет влияние на то, как у нас развивается система государственного управления, демократические процессы? Вот вопрос. Ну, у нас интересная территория. Например, наши соседи по Центральной Азии нас завидуют. У них территория меньше, а население гораздо больше. Другое дело, что у нас территория Степная, в основном, где ничего не посеешь, там только если скот разводить, да, и то не везде это всё делается. А так, конечно, у нас хорошая география, ну, относительно хорошая, потому что мы транзитная страна, через наш и Китай, и Иран, и Россия как-то вот между собой взаимодействуют, мы можем там через них взаимодействовать. Понятно, что был бы путь к морю, как говорится, был бы прикол, жил бы в Сочи, но у нас море пока только тоже через Китай, там, или через Иран, да, там, условно говоря. Но вот и есть, да, я понимаю ваш вопрос, есть такое вот, что вот чем больше территория, тем хуже её управлять. Сложно её, не хуже, а сложно её управлять, поэтому вот те же США, Россия, там, Китай, которые тоже большие, да, их не просто управлять реально. У нас не такая уж по сравнению с ним большая территория, но раз мы спотыкаемся в системе управления, когда президенту приходится реагировать, что там произошло где-то там в Экибастузе или там, условно говоря, на Западе страны, да, это, конечно, ненормально, потому что для этого есть Акима, да, вот, тут поставили, они должны всё делать. Они смотрят, то есть дело не в территории, дело в головах. Отдельно взятых чиновников. Ну, я здесь хотел бы добавить, во-первых, я хотел бы, это большая, большая всё-таки благодарность нашим предкам за эту территорию, колоссальная благодарность, потому что при Союзе пытались её оттяпать. Были попытки. То есть, и большая благодарность и тем руководителям, даже при Советском Казахстане, которые отстояли эту территорию. У нас видео выйдет, можно я проанонсирую, видео выйдет про границы. Кстати, скоро хорошее видео. Там вообще детектив, захватывающая история про то, как менялись границы и как всё, оно... Правда, оно уже вышло. Про границы. Да. Ну, к тому моменту, когда выйдет наш предкам. Да-да-да-да. Смотрите на наш предкам. Это, во-первых, это реально большая заслуга наших предков, и мы должны прям низко кланяться им именно за то, что они нам передали по наследству. Потому что при любом восхвате, давайте сказать, что большая территория лучше, чем маленькая. Опять же, даже за счётом того, что ресурсов там больше. Ведь это же не просто территория. Вся таблица Меделеева. Это вот в 20 веке было понятно, а до этого же не было понятно. Вот Андрей сказал по поводу продовольственного, но в любом случае, на фоне глобального потепления, учитывая, что во многих регионах деградация пойдёт, мы можем здесь ещё что-то сделать, на этой территории. Но если грамотно подойдём к водосбережигающим технологиям, с умом будем, наконец, сельское хозяйство развивать, это важный момент. Понимаешь, Гюго когда-то говорил, что величие наций не определяется количеством населения, как и величие человек не определяет своего роста. Но в любом случае, фактор, главное, не территория. Можно и маленькую территорию, как Швейцария использует, как конфетку. Но можно и большую территорию, как Австралия. Австралия тоже имеет большую территорию. Кстати, мы здесь похожи. Австралия и Казахстан. Территория гигантский, неравномерное распределение населения. Сложности внутри. Да, сложности внутри климатические, но у них и похожая сельская хозяйство, как у нас, обцеводство, и таких же добывающие ресурсы. И кто-то назвал Австралию, там есть тирания расстояний. То есть, расстояние настолько гигантский, что это целая тирания, что переехали там, как у нас. Но там же создали эффективную экономику, эффективную политическую систему. То всё зависит не от самой территории, всё зависит от того, кто на этой территории что строит и выстраивает. С умом или без ума. Исходя из собственных интересов или интересов народа и потомков своих. Я думаю, вот это важный момент. В общем, не надо девальвировать радость обывателя, который на кухне гордится тем, что у нас большая территория. Это потенциал, это возможность. Позор тем руководителям, которые не используют или не использовали этот гигантский потенциал даже при таком маленьком населении. А могли бы использовать... То есть, для этого на самом деле не нужно изобретать велосипед. есть куча мирового опыта как можно на таких территориях такому небольшому населению жить каждому казахстанцу достойно. Вот как Андрей сказал, как средний класс. Но этого не сделали. Не хотели делать. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok